Теперь жители Рязанской области могут сообщить в оперативные штабы муниципальных образований о людях, которые приезжают в муниципалитеты из других регионов, особенно из-за рубежа, а также о гражданах, которые постоянно не проживают в данном городе или поселке и прибыли туда в качестве туристов, на выходные к родственникам или на время дачного сезона. Специалисты оперативной группы считают, что эти сведения в условиях особого противоэпидемического режима могут сохранить стабильную ситуацию и не допустить распространения опасной инфекции. На сегодняшний день в Рязанской области зафиксировано два случая заболевания коронавируса. Эти пациенты находятся в больнице Семашко. Также там находятся 3% пациента, прибывших из-за границы с явлениями ОРВИ. Состояние всех удовлетворительное. В обсерваторе также, который развернут на базе 10-й больницы, находится 5 человек. Это курсанты одного из военных училищ, которые также прибыли из-за границы. Состояние их на сегодняшний день удовлетворительное. В Рязани железнодорожные и автовокзалы перейдут на особый регламент работы в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство. Также общественникам предложено следить за дезинфекцией на конечных остановках и в таксопарках. В связи с пандемией коронавируса рязанские МФЦ переведены на особый режим работы. До 30 марта прием будет проводиться только по предварительной записи. Посещение МФЦ для получения готовых документов следует осуществлять после электронного уведомления об их готовности, предварительно записавшись. Помимо этих мер, профилактики коронавируса приняты и другие. На сегодняшний день в Рязанской области достаточное количество АИ-оборудований и дезинфицировочных средств. У нас имеется около 300 аппаратов ИВЛ, 444 пульса оксиметра, необходимое количество масок. На сегодняшний день разовых масок у нас 650 тысяч. Закуплено необходимое количество марлей, с которых сегодня начинаем шить марлевые повязки. Коронавирус, ставший главным героем всех новостей, конечно, не могли обойти вниманием мошенники. Они создают фишинговые сайты, рассылают спам-письма. Например, злоумышленники направляют сообщения от имени различных организаций. И сейчас наиболее часто в таких письмах фигурируют упоминания Всемирной организации здравоохранения. Письма могут говорить, например, о мерах безопасности, содержать предложения поддержать пострадавших от заболевания, купить медицинские маски или профинансировать разработку вакцины. Прежде всего, нужно не переходить по ссылкам, которые получены с неизвестных адресов, в мессенджерах, по электронной почте, в социальных сетях. Стараться такие ссылки игнорировать. Никаким образом стараться не вводить свои платежные данные в сомнительные сайты. Что касается празднования 75-летия Великой Победы, то из-за пандемии рязанские власти не планируют отменять торжественные мероприятия. Об этом сообщает региональная опергруппа по борьбе с коронавирусом. В современных условиях есть все возможности для организации трансляции для зрителей, поэтому даже если режим повышенной готовности не будет снят, торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, обязательно состоятся. Олеся Катрувская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».